Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» информационно-аналитическая программа «Время говорить» в студии Олеся Харлина. И вот о чем мы готовы рассказать сегодня. В Рязанской областной думе состоялись публичные слушания, обсуждались итоги исполнения бюджета региона за 2014 год. Домой за свой счет более 60 мигрантов купили билеты на родину сами. К борьбе с огнем готовы в арсенале организации «ПОЖЛЕС», система «ГЛОНАСС», скайп, рации и мощная техника. Вчера в Рязанской областной думе состоялись публичные слушания. С общественностью обсуждались итоги исполнения бюджета региона за 2014 год. Публичные слушания по исполнению бюджета минувшего года в областной думе стали традиционными. Это своего рода форма общественного контроля и исполнения власти. Поэтому в зале, помимо депутатов и представителей правительства, присутствовали руководители министерства ведомств, приглашенные из муниципалитетов, а также общественники и жители региона. Основные направления бюджетной политики озвучил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Андреев. В целом по России ВВП за год вырос только на 0,6%. Рост промышленного производства в области к уровню 2013 года составил 4,1%. Средохозяйственного производства 4,6%. Объем производства, вернее, строительства и водожильева увеличился на 9,2%. В ходе слушания говорили о выполнении на территории региона майских указов президента. Однако представитель профсоюзов Марина Фатеева попросила уточнить по зарплатам бюджетников. В числе приоритетных направлений в формировании финансирования расходов областного бюджета в отчетном году были социальные сферы, жилищно-коммунальные хозяйства, агропромышленный комплекс. То есть те сферы, которые непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения области. Кроме того, участники слушаний задавали вопросы об эффективности бюджетной поддержки малого и среднего предпринимательства, об итогах проведенной оптимизации расходов на содержание госаппарата и мерах по стимулированию муниципалитетов к увеличению доходов в собственных бюджетах. Сами же депутаты рассмотрят законопроект об исполнении бюджета на ближайшем заседании областной думы 24 июня. К весне этого года экономисты все чаще стали констатировать. Кризис в России подорвал рынок дешевой рабочей силы. Таджики, узбеки, молдаване бегут с тонущего корабля. С нынешним курсом доллара им якобы выгоднее сидеть с протянутой рукой на родине. А ведь еще в недавнем прошлом правительством Российской Федерации были потрачены колоссальные средства на создание подобия силиконовой долины. Многие ждали, что следующим логическим шагом должно стать обучение российского молодого поколения, которое бы соответствовало наноэкономике страны. В реальности мы снова наступаем на грабли под названием трудовые мигранты. Но и при данных обстоятельствах находятся псевдоэкономисты, которые утверждают, что без гастарбайтеров экономика России существовать не может. Хорошо, хоть домой они стали уезжать за свой счет. В этом году, таким образом, нашу страну покинули уже 57 иностранных граждан. Все они приобрели билеты, естественно, на свои собственные средства. Общая сумма, потраченная на все проездные документы, составила в районе 620 тысяч рублей. Еще недавно гостеприимные представители диаспор готовы были спорить с каждым журналистом, сурово отзывающимся о гостях столицы. Когда дело коснулось реальных цифр, одолжить их своим соотечественникам захотели немногие. Еще бы, только в прошлом году на приобретение проездных документов для нелегальных мигрантов было потрачено свыше 4 миллионов рублей. Судебным приставам и сотрудникам миграционной службы предстоит провести работу с представителями диаспор и родственниками нарушителей закона. Гостеприимство не должно негативно сказываться на федеральном бюджете. Лесные пожары – это мощный природный и антропогенный фактор, существенно изменяющий функционирование и состояние лесов. Это урон экологии, экономике, а часто и человеческие жизни оказываются под угрозой. Для многих стран эта проблема носит национальный характер, а ущерб от последствий огненной стихии исчисляется сотнями миллионов ежегодно. Рязанцы очень хорошо помнят 2010 год, когда практически всем миром специалисты и добровольцы круглосуточно укращали лесные пожары. В то время, когда обычные горожане в преддверии летних отпусков проверяют наличие мангала и панамки, сотрудники различных служб управлений обходят громоздкую технику, убеждаются в надежности системы ГЛОНАСС, скайпы и раций, на случай, если люди снова забудут, как обращаться со спичками. С тяжелой артиллерией организации «ПОЖЛЕС» знакомилась Алена Куколева. За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано два лесных пожара. Насколько изменились условия обнаружения и ликвидации огня, а также можно ли быть уверенным в том, что катастрофа 2010 года не повторится вновь, нам рассказал начальник государственного бюджетного учреждения Рязанской области «ПОЖЛЕС» Сергей Абрамов. С 2011 по 2013 год в «ПОЖЛЕС» было поставлено порядка 70-80 единиц техники новой, это и автомобильные цистерны, и трактора колесные, гусеничные, и патрульные автомобили. Значит, установлено, как я уже сказал, 25 камер видеонаблюдения, тоже после того года. Проведен анализ, и он проводится каждый год в течение пожароопасного сезона и по его завершению, то есть по перегруппировке сил и средств, по выполнению превентивных мероприятий. Камера реагирует на любые задымления, как в населённом пункте, так и в полях, так и в лесах. В этом году, помимо лесных пожаров, 25 камер видеонаблюдения, которые работают, они более 100 случаев дали возгорание палов сухой травы, о чём было передано в ЕДДС, в МЧС, что позволило им выполнить свою работу. После дождей угроза пожара невысокая, но и сегодня, даже в такую погоду, сотрудникам пожилеца не расслабиться. Необходимо подготовить и привести технику в порядок. Ведь в арсенале 150 машин. Александр работает в лесном хозяйстве уже 20 лет. Сначала следил за ним, а теперь защищает его от огня. Многолетняя практика показала Александру, что главной причиной лесных пожаров является человек. Основной фактор человеческий, как говорят все и везде, 99,9% человеческий фактор. Бросают непотушенные костры, окурки, разводят мангалы в неположенных местах, там, где это запрещено. Вот отсюда возникают лесные пожары. В этом году для усиления контроля за пожароопасной обстановкой в лесах региона пожилец дополнительно разместил 10 отдельных постов, которые позволят сократить время реагирования и прибытия на лесной пожар. В состав отдельных постов входит пожарная машина и два сотрудника. 19 филиалов пожилеца распределены по всей области. Их деятельность координирует пункт управления. Система регистрации, камеры видеонаблюдения вычисляют огонь, подают сигнал, диспетчеры координируют ближайших к возгоранию пожарных. Это пожарно-химические станции, расположенные на территории Рязанской области. Значит, систему мониторинга в себя также включает 22 пожаронаблюдательные вышки, с которых в пожароопасный период ведется наблюдение наблюдателями, у которых в арсенале есть и средства наблюдения, и средства связи. Значит, 25 камер видеонаблюдения, они обозначены и подсвечены здесь вот таким синим цветом. Это камеры видеонаблюдения, которые расположены на мачтах сотовой связи. Значит, примерная высота их от 40 до 70 метров выше, то есть радиус действия их от 15 до 20 километров в зависимости от условия погоды. В пункте управления постоянно проходят учебные тренировки, разыгрываясь и сценарии. И все филиалы по области работают в режиме реального огня, тем самым совершенствуя скорость и отлаженность действия. Сергей говорит, что такие тренировки необходимы в обязательном порядке, потому что при настоящем пожаре на счету каждая минута. Леса, вот лисичка на приеме. Обстановка нормальная, выездов не было, горизонт через как принято? Принято. И очень обидно, когда профессионализм сотрудников, количество техники, современная оснащенность бессильна против одной безалаберно зажженной спички или непотушенной сигареты. Вновь и вновь борцы с огнем не устают повторять. Жизнь леса в руках человека. И кто станет лесу другом, а кто смертельным врагом, решить нужно каждому самостоятельно. Убийцы без раскаяния. Так начинались заголовки статей о мужчинах, которые хладнокровно расправились с женщиной и ее маленькими детьми в поселке Искра. Происшествие в декабре 2013 года остается одним из самых жестоких преступлений последнего времени в Рязанской области. В течение пяти суток следователи-криминалисты, эксперты и оперативники раскрыли неочевидное преступление с привлечением высочайших криминалистических технологий. В эти часы в Рязанском областном суде обвиняемые выслушивают свой приговор. Сколько лет тюрьмы получит каждая из них, мы расскажем завтра. Напомню, поселок Искра маленький, даже при том, что злоумышленники никогда не были в гостях у погибшей, все не раз пересекались. Мужчины знали, недавно их жертва развелась и делила с мужем имущество. Знали, что живет она одна в двухкомнатной квартире с дочерьми 12 и полутора лет. Незваные гости были в курсе и того, что бывший муж ей помогал, а во-вторых, все продавцы свинокомплекса, где работала женщина, не сдают перед выходными в бухгалтерию вырученные деньги, а забирают их домой. Вот за ними-то подельники и пришли. С места преступления следователи-криминалисты изъяли след окровавленной ладони, но на тот момент невозможно было разобрать, пригоден рисунок популярных узоров для идентификации или нет. На первоначальном этапе следствия Орлов признавался в убийстве женщины, но говорил, что детей убивал Акатошев. Давал он также много ложной информации, которая проверялась в ходе следствия. Затем Орлов изменил свою позицию и стал отрицать причастность к совершению преступления. При этом он утверждал, что вообще не был на месте преступления. Однако собранные по делу доказательства, в том числе множество проведенных сложных и высокотехнологичных экспертиз, позволили изобличить Орлова и Акатошева в совершении особо тяжких преступлений. Сегодня уже трудно представить, что лет 30 назад моторного масла в продаже было не найти. Если где-то что-то появлялось, то вычислялось мгновенно по длиннющим очередям. Что там продают, особо никого не волновало. Сейчас все наоборот, однако изобилие породило куда больше вопросов, чем советский дефицит. Сотрудники полиции провели проверку качества моторных масел и бензина, реализуемых на АЗС Рязанской области. Подробнее в репортаже Ольги Харламовой. Под пристальным вниманием оперативников оказалась одна из рязанских автозаправочных станций. Операция насела кодово на звонине. В ходе проведения проверки был выявлен факт реализации моторных масел без каких-либо сопроводительных документов. При этом горючая смазочная продукция была с признаками контрафактности. Кроме того, на указанной АЗС была осуществлена проверочная закупка бензина марки АИ-92, вызывающая сомнения в его качестве. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой в отношении владельцев АЗС будет принято соответствующее процессуальное решение. 16 нарушений в сфере розничного топлива и горюче-смазочных материалов было зафиксировано в ходе этой операции в Рязани области. Изъято 474 литра масла. Такие рейды и проверки продолжаются до сих пор. Давным-давно жили были три девочки. Надежда, Софья и Прасковья. Дочерь обедневшего дворянина Хвощинского. Своей деятельностью они приобрели известность в русской литературе. В очередной раз вспомнить историю их дома нас вдохновило письмо телезрителя. Вот что он пишет. Здравствуйте! Как наиболее действенное средство влияния вижу ваш телеханал. Возмущает свалка в центре города, напротив первой пожарной части. Так называемый дом сестер Хвощинских. Прошу вас осветить эту тему на ТВ. Выполнено. Тема на самом деле поднималась неоднократно. Дом Хвощинских при наличии охранного статуса доведен до состояния руин. Когда-то энтузиасты и провинциальные интеллигенты мечтали, что, может быть, здесь откроют литературный клуб или мемориальный музей. Но, увы. Женщин, кто пишет прозы, в Европе уже появилась эпоха Войнца Наполеона. В России этого просто не было. И первой русской писательницей, прозаиком, была Надежда Хвощинская. Причем первое свои произведения она писала под мужским псевдонимом. Иначе их просто не читали бы. Фото баннера, прикрывающего разрушенный памятник архитектуры, еще в 2013 году разместили в социальной сети ВКонтакте в группе «Типичная Рязань». Если помните, тогда в регионе ждали президента Российской Федерации Владимира Путина. Наши краеведы еще в 80-е годы нашли этот дом. Даже часть бумаг остались случайно. Могла ли знать Надежда Хвощинская, что главная тема ее произведений – жизненный конфликт мыслищей провинциальной молодежи с миром собственничества и корысти – красной нитью пройдет через историю их дома? Там, где когда-то с удовольствием гостили вице-губернатор Салтыков Щедрин, знаменитый географ Семенов Тяньшанский, известный славянофил Иван Аксаков и общественный деятель-реформатор Кошелев – теперь обыкновенная помойка. Помнит ли хоть кто-нибудь, что в начале 20-го века в этом доме был открыт первый в России рентгенологический кабинет? Я с удовольствием лично сохранил бы центральную часть. Деревянные дома, резьба уникальная. Серьезно жизни многих достойных людей, многих поколений. Но просто как все сохранить? Кто будет хозяином? Один из героев рассказа Надежды Хвощинской очень пророчески сетует на утрату былых идеалов. Цитата. «Чувствуем, что падаем и сами над собой смеемся. А правда, были времена хуже, подлее не бывало». Конец цитаты. Это были все новости уходящего дня. Далее в эфире программа подробностей. А я с вами прощаюсь. До новой встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40-20-40. 40-20-40. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин